Наболевший вопрос качества обслуживания управляющими компаниями многоквартирных домов начинает достигать предела для жителей Ленинского района. Заботы и добросовестное выполнение своих обязанностей люди давно от них не требуют, а просят хотя бы надлежащего ухода за домами, подъездами и придомовыми территориями. В проблеме и возможном ее решении попыталась разобраться наш корреспондент Юлия Пагасян. – Пожалуйста. – Здравствуйте. – Ну, показывайте нам, что у вас было, что сделано. – Ничего не сделано. – С какой жалобой, так сказать? – С февраля, вот этого года, началась протечка. Сколько звонило, сколько приходили, сколько заявлений писало, не посчитать. И на ремонт кровли, и на ремонт дома. Все, вот до сюда дотекло, вот до сюда. И так же плесень образовалась. – У вас какая управляющая компания обслуживает ваш дом? – Ну, какая. А, «Виднолстрек» вы имеете в виду? – Какая у вас? – «Виднолстрек». – Это пустое дело к нему обращаться. В период таяния снега вода с крыши стала проникать в жилое помещение и литься по потолку и стенам в прихожей. Жительница города «Видная» Светлана Михеева обратилась в свою управляющую компанию «Виднолстрек» с жалобой на протечку. На ее письма не отреагировали. А тем временем пришла весна и с ней дожди. Вода начала заливать другие комнаты и пол. К лету Светлана Ивановна написала уже пять жалобных писем. Но результата добилась лишь в октябре. К этому времени квартира была уже в плесени. Причину всех бед Светланы Ивановны устранили. Сделали ремонт крыши. А вот ремонтировать саму квартиру не спешат. Кровлю сделали, хорошо сделали. Молодцы. Материал хороший. Я хочу, чтобы отремонтировали квартиру полностью. Переклеить обои, повелить потолки и перестелить несколько досок ламината. На данный момент молчание полное. К сожалению, такие проблемы в последнее время встречаются очень часто. Из-за недобросовестного ухода управляющими компаниями за домами и придомовыми территориями случаются такого рода ситуации. А зачастую жильцам так и не удается найти справедливости. В связи с этим на этой неделе глава Ленинского муниципального района Сергей Кошман собрал круглый стол в зале заседания МУП ЖКХ города Видное и на повестку дня вынес вопрос лицензирования управляющих компаний. Обсудить эту тему и поделиться накопленным опытом собрались представители государственной жилищной инспекции, сотрудники управляющих компаний Ленинского муниципального района и общественники. В ходе беседы выяснились основные проблемы, по которым люди не получают качественного обслуживания. Одна из них заключается в том, что новоиспеченные компании отказываются сотрудничать с представителями исполнительной власти, и это приводит к сложностям их взаимоотношений. Еще одной и немаловажной проблемой стало то, что инициативные граждане из-за пассивности некоторых жильцов не в состоянии выбрать наиболее эффективную форму правления по причине нехватки процента проголосовавших. По итогам круглого стола Сергей Кошман дал распоряжение тщательно выяснить все обстоятельства сложившейся ситуации и устранить проблемы. Конечно, мы хотим, чтобы наши управляющие компании, будь то государственной формы, будь то частной, работали лучше. И вот, собственно, это стало предметом обсуждения сегодня широкой общественности Ленинского района этого вопроса. Мы видим перспективу в этой деятельности и будем стремиться к тому, чтобы в максимально короткие сроки жители почувствовали улучшение качества коммунального обслуживания. Юлия Погосян, Алексей Ильин, Елена Кошелева. Видное ТВ.